ребят всем привет вот к нам очередной раз попала львица которую незаконно приобрели содержали дома наигрались скажем так с ней как правило это бывает до 3 до 4 месяцев когда животные показывают агрессию люди начинают от них избавляться не знать что делать и все выходят на меня и просит меня помочь сразу как что делать потому что переживают в дальнейшем за свою жизнь как будет она себя вести хорошо что я знаю все почти все зоопарки нашей страны везде побывал многие меня знают и сейчас договорился с директором казанского зоопарка что он и примет у них открываются там вольеры новые вырастают вот сейчас мы начнем пристраивать в казанский зоопарк договорились что ее приедут заберут но на какое-то время она поводит у нас поживет у нас в общем она такая хулиган ну мы всем не советуем если ты не специалист если ты не разбираешься как себя вести с такими животными не советую не советую вообще их заводить то есть не зная что это такое как правильно общаться что они едят какие витамины нужно какие вольеры нужно мы этим занимаемся профессионально и то есть понимаем четко отдаем себе отчет что мы делаем а люди оба поиграться делают все это неправильно по опытом по незнанию то есть она была толстая жирная чуть не подхватила рахит то есть хорошо вовремя консультировались как себя вестись ничем выкармливать то есть как сейчас немножко подхудела хорошо все будет прекрасно с ней но ребят посмотрите какие у нее зубы как она уже жестко играет представьте что это она будет играть с вами и вы себя не будете не знать как себя вести правильно она может вас расцарапать нанести увечья вам вашему ребенку вот она уже начинает проявлять себя показывать свой жесткий характер как она может ну как бы благо она попала к нам мы понимаем знаем как себя вести вот она сейчас это всего котенку полгода воспитание хищника существенно отличается от воспитания собак тигр и лев мощное животное вес которых во взрослом возрасте может достичь 300 350 килограмм без соответствующих витаминов которые лев получает в природе тем более что его родной дом африка котята начинают болеть необходима замена солнца материнского молока природных важных для здоровья хищника веществ тигренок и львенок подрастают очень быстро рождаются малыши размером с ладонь к месячному возрасту малыш становится размером с домашнюю кошку к трем месяцам это уже кокерста мель а в полгода ротвейлер котятам в отличие от собак не объяснишь что кусаться нельзя играть больно опасно что грызть мебель не нужно вот и подумайте стоит ли мучить животное рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих ради экзотического удовольствия на два месяца